Всем привет, я Роман Соболюк, корреспондент агентства Унион Москвы. Хочу вам рассказать о визите Владимира Путина, президента Российской Федерации, в Сингапур. И блог будет посвящен не тому, что он опоздал на встречу с премьер-министром этой страны, или о том, что Владимира Владимировича заставили пройти через рамку металлодетектора, чтобы он случайно ничего противозаконного не пронес. Нет, это дело российской прессы, пусть они выясняют сами, почему так российскому лидеру не доверяют и почему он опаздывает. Дело в том, что завершая визит в Сингапур, Владимир Владимирович провел большой подход к прессе, и находясь так далеко от своей родины и от нашей, размышлял по поводу Украины. На помощь российскому лидеру пришли российские журналисты. Из его пула, естественно, не просто так же он их возит за собой по всему миру. — Егор Садзайб-Гурев, газета «Известия». Состоялись выборы в самопроглашенных республиках Донбасса. Их осудил Киев и Запад, отметив, что это нарушение Минской договоренности. Как вы оцените выборы? И давно не собирался нормандский формат, и у вас не было контактов с президентом Украины. Может, они были в Париже, не знаю. Почему так, на ваш взгляд, происходит? Есть ощущение, что, возможно, российская сторона ждет смены власти на Украине или скоро выборы? — Первое, что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов. Мы что-то не слышали о осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Странные россияне, с одной стороны, обвиняют Украину в том, что мы неправильно скорбим по поводу взрыва Захарченко, который так и не пообедал в кафе «Сепар». С другой стороны, как выяснилось, этот человек и его банда, опять же, которая вся была поставлена Кремлем, занимались ничем иным, как воровством российских денег на украинском, но оккупированном Донбассе. — Вот в чем все дело. Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные. Может, его взорвали банально за русские бабки? Ну и за длинный язык. Вспомните, сколько было безумных заявлений, не всегда согласованных с Москвой о том, что эти головорезы кремлевские дойдут до Лондона. Этот чувак просто не понял, что грозить другим странам может только Москва. — Но этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуют подобные преступления? — Я думаю, что те, кто действительно организовал это преступление, они думали о том, что надо как-то структурировать оккупированные территории, чтобы они шагали в ногу, слушались приказов из Кремля, как собаки или как медведи в цирки, и не влазили со своими дебильными, опять же, несогласованными с Москвой идеями. — И да, по поводу реакции людей. Один из признаков оккупации как раз и является то, что от имени жителей Донбасса говорит президент страны, который эту территорию де-факто оккупировал и контролирует сейчас. — Конечно, выборы были неизбежны. — Владимир Владимирович уже обвинял Украину в ликвидации Загарченко. — Ну, как обычно, наши российские друзья в таких ситуациях, они вообще не думают о доказательной базе. — Ну что, следователи ФСБ поехали на оккупированный Донбасс. — Скорее всего, они просто не уезжали для того, чтобы расследовать. — Никого из международных организаций на место преступления не пустили. — То есть, они там творят все, что хотят. — И очень показательно это касается как гауляйтеров, так и простых людей. — Взрывают кого хотят, наказывают кого хотят, возвышают кого хотят, грабят Донбасс как хотят. — Все как обычно, когда Владимир Владимирович размышляет о востоке Украины, об оккупированном Крыме, он всегда немножечко лукавит. — Ну, смотрите, когда они отправили в Москву Плотницкого и поставили на его место Леню Пасечника, не путать с Леней Голубковым, то никто не спешил проводить выборы. Так он себе ходил с допиской исполняющей обязанности гауляйтера и ничего ему не мешало. Но тут, почему-то после ликвидации Захарщенко, все сразу изменилось. И да, если учесть, как быстро все перенастроили по Дениса Пушилина, он же пушистый, он же пушок, то, кажется, не только я думаю, что вся эта схема была очень и очень проработана. — Это первое. Второе. Встречаться на нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине, сейчас более или менее бессмысленно. Да, выборы в Украине приближаются, но встреча на высшем уровне в нормандском формате не проводилась последние два года. И два года назад до выборов еще было далеко. Но уже тогда Кремль в лице Владимира Владимировича включил режим Ждун, ну так сказать, в надежде, что следующий президент Украины будет более послушный и будет выполнять его требования в части Донбасса. Ну и, конечно, признает Крым. Но я вот так не думаю. Я не знаю, кто победит на выборах, я думаю, никто не знает. Но независимость от фамилии будущего украинского президента в 2019 году, его сделают русофобом, врагом России, ну максимум через три месяца после выборов. Потому что интересы Украины и захватническая политика Кремля, они, мягко говоря, противоположны. И вообще, до сих пор украинские власти сегодняшние не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят и ратифицирован, не принят, вернее, парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу. Конечно, не вступил в силу. А как вы хотели? Вы хотели, чтобы мы предоставили особый статус территории, которую вы контролируете посредством не только российских военных и их сообщников, но и гауляйтеров. Подождите, чтобы регион, согласно Минским соглашениям, получил особый статус. Там должны пройти выборы по украинскому закону. И в них должны участвовать не только Пуширин или какой-нибудь пасечник, который прошел кастинг в Кремле. Не только, а все желающие. И да, выборы должны проходить по украинскому закону. Это значит, что в Донецке должен работать телеканал 1+,1. Ну, не только он. И Интер, и ТРК Украины. Это ключевой элемент регулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения от Минской договоренности от России. А то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать. Я всегда стараюсь быть очень корректным в высказываниях. Но здесь слово лукавство не подходит. Больше, наверное, целесообразнее использовать слово брыхня. Ну, смотрите. Минские соглашения предполагают отползание Российской Федерации за поребрик. Собственно говоря, поэтому и Украина, и Запад все одним голосом говорят, что Россия обязана выполнить эти договоренности. То есть, уйти с Донбасса. А Владимир Владимирович говорит, нет, давайте выполним так, чтобы все осталось как сейчас. Чтобы мы начали переговорный процесс между, по примеру, между Молдовой и Приднестровьем. Который не закончится никогда. Чтобы российские чиновники, российские представители сидели в качестве наблюдателей и тихонечко смеялись, когда украинские представители пытаются договориться с лидерами Донбасса. Которых в случае чего всегда смогут обнулить. Российские посредники будут сидеть в углу и многозначительно улыбаться. Они же знают, что договориться невозможно. Гауляйтерам таких полномочий никто не дает. Ну и наконец, самое главное, по поводу того, что способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования. На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях. Перевожу с президентского на русский. Владимир Владимирович хочет сказать, что в связи с тем, что действующий президент Украины не согласился выполнить кремлевские хотелки и законодательно на конституционном уровне закрепить формулу, согласно которой кремлевские гауляйтеры будут иметь право вето на решение внутри Украины, то он объявил, что будем ждать, будем ждать, когда переизберут действующего президента. Но повторюсь, новый в данном вопросе, что бы он ни говорил, во время избирательной кампании будет занимать аналогичную позицию. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и всё равно придётся договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, мы, кстати говоря, в любом случае будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми, но всё-таки придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения. Если размышлять о персоналиях, мир для Донбасса возможен в случае смены не президента Украины, а президента Российской Федерации. И Владимир Владимирович об этом прекрасно знают, потому что у него ключи от мира. Он войну может прекратить в любой момент, но на это никогда не пойдёт. Ведь война и иллюзия мира – это лучший российский товар, намного более рентабельный, чем нефть. Кстати, если Владимир Владимирович когда-то покинет пост президента Российской Федерации, и что абсолютно не предопределённого, я лично не уверен, что политика РФ по отношению к нам изменится хотя бы чуть-чуть. Она может стать даже жёстче. Послушайте, что тут о нас говорят. А никто не скрывает и декларирует прямым текстом, что Украины быть не должно. Или только под российским сапогом. И не надо думать, что вот эти вот говорящие головы, которые по большому счёту ничего не решают и ни на что не влияют. Это правда. Но если мы там говорим, там, эксперты, депутаты и так далее, они чувствуют колебания кремлёвских башен. И вот этот импульс, он не случайен. Они полностью управляемы и контролируемы. Представляете последний вопрос? Можно, можно, пожалуйста. Сейчас в Москве у администрации президента, Антон Жилнов, телеканал «Дождь», в Москве администрации президента, как раз по поводу Украины, проходят одиночные пикеты, по поводу обмена военнопленными. Антон молодец, настоящий журналист дождя. А почему молодец? Потому что называют вещи своими именами военнопленных, военнопленными. А то вот эта формула, удерживаемые лица, ну скажем так, такая она нечестная. А будет ли это, и почему до сих пор это не произошло, именно обмен на всех, говорили вы, может быть, с Москальковой по этому поводу, и будет ли какое-то решение? Говорить с Москальковой не имеет никакого смысла, потому что она сама неоднократно заявляла, публично, о том, что у неё нет полномочий для того, чтобы вести переговоры по обмену. Она их и не ведёт, только бегает от нашей Денисовой, потому что Владимир Владимирович эти вопросы решает лично. Да, вот это правильная формула, а всех на всех. Но, к сожалению, происходит нечто другое. Дело в том, что украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся. Их объявляют уголовными преступниками, которые подверглись процедуре уголовного преследования в рамках действующего на Украине закона. И они выводятся за рамки количества обмениваемых лиц. Отчасти это так. Ну, потому что, смотрите, московские гауляйтеры в список для обмена включают, например, лица, которые подозреваются в преступлениях на Майдане в 2014 году. В расстреле людей, в частности, беркутовцев. Возможно, с точки зрения российской логики, смысл в этом есть. Если они в Киеве убивали граждан Украины, то они заслуживают того, чтобы их вернули или отправили в Россию. Но они никакого отношения не имеют к событиям на Донбассе. И это факт. Вот и все. И, конечно, представители Донбасса с этим не согласны. Они с таким же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно. И тоже вывести их за рамки тех, на кого нужно менять. Вот в этом все и дело. Только что было практически чистосердечное признание. Владимир Владимирович говорит, что через российские или оккупационные судебные инстанции можно провести любое решение. Ну, да, так здесь устроено. И они любого человека могут обвинить в шпионажи, в подготовке диверсии. Никому ты ничего не докажешь. Human Rights Watch и Amnesty International здесь бессильны. У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц. Действительно, часть украинских военнопленных находится на оккупированном Донбассе, Крыму. А многие находятся в российских тюрьмах. И российские представители говорят так, что нет, тех, кого мы осудили сами, так сказать, без вот этих вот прокладок, то это настоящие террористы, экстремисты, ваххабиты и другие плохие люди. И мы их менять не собираемся. То есть, по сути, мы попадаем в ситуацию, что у нас нет возможности вернуть наших пленников. А когда касается граждан Российской Федерации, которые попали к нам в плен на Донбассе, то империя, которая своих не бросает, почему-то делает глупый вид и заявляет, но они же воевали на стороне наших боевиков, они же имеют документы ЛНР и ДНР, значит, мы их должны обменивать там, между оккупированным Донбассом и Украиной. Ну, то есть, по сути, как и в части выборов, во всех сложных ситуациях, Кремль прячется за своих кукол. Точно такая же ситуация, например, и с миротворцами. Когда они не хотят их водить, они говорят, договаривайтесь вот с этими чуваками. И, опять же, на заметку, если весь мир требует введения миротворческой миссии, Москва говорит, договоритесь с гауляйтерами, то вы можете себе представить глубину договороспособности, допустим, новой властной команды с этими людьми. Она нулевая, потому что они не принимают решения. Они просто говорящие головы. Это мы видели, кстати говоря, и по задержаниям в рамках захвата людей в Азовском море. Ну, вот взяли моряков, задержали, там незаконные задержания. Ведь даже по действующим нашим соглашениям ловить можно рыбу где угодно. Владимир Владимирович, вы такой опытный президент. И прекрасно знаете, что судно «Норд» арестовали не за вылов рыбы, а за то, что оно вышло на промысел из оккупированного Крыма. И да, Украина не признавала, не признает и не будет признавать то, что в России называют воссоединение и референдум. Это называется оккупация и аннексия. Нельзя только заходить в территориальные воды. Вот и все. Они же действуют, никто их не отменял. Взяли людей, задержали, держали там целый год. И сколько капитана, по-моему, до сих пор там держат, этого судна. Это абсолютно незаконные действия. А в то время, когда наши пограничники задержали... Я правильно понимаю, что сейчас Владимир Владимирович рассказывает о том, что Россия занимается пиратством и захватом заложников? То есть, получается, что после задержания «Норд» российские пограничники из оккупированного Крыма задержали украинскую рыболовецкую шхуну для того, чтобы обменять? Ну, да, это и произошло. Обмен произошел. Владимир Владимирович, вы сейчас сказали, что встречаться в нормандском формате пока бессмысленно. Правильно ли я понимаю, что пока Порошенко у власти, нормандская четверка не соберется и ситуация не сдвинется? И вообще, можем ли Россия как-то повлиять на Украину? Действующий президент, к сожалению, не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений. На самом-то деле, это откровенное вранье, и Украина приняла в первом чтении все необходимые законы, в том числе изменения в Конституцию, но все остановилось, когда начали говорить о выборах, потому что наши кремлевские товарищи относятся к этой территории уже как к своей и хотят проводить выборы, так как они проводят их у себя дома. Ну, то есть, без выборов, то есть, формально. Но в данном случае главное не допустить ни одного кандидата из Украины. И они это успешно сделали. А кто им помешает? Они же захватчики, они же оккупанты. На этом все. Читайте агентство Униан, подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе, и увидимся, пока все будет Украина. Изменится ли что-то после выборов, я не знаю. Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!